Ребятки, всем привет! Мы в Бангкоке, приглашаем вас в новый выпуск, нереально будет заряженный. Досматривать обязательно до конца, ставьте лайкосики, погнали! Первым делом сейчас будем немножко менять долларов. У меня есть 50, точнее 50 поменяю курс. 32, 86, 35, 93. Сейчас посмотрим, сколько бат нам дадут за полтинник, но по крайней мере этих денег нам точно хватит доехать. За 50 баксов мне дали 1640 бат и еще пару монеток. Распрощались с нашими ребятами, с которыми мы немножко путешествовали по Аману. Обязательно выпуск посмотрите, вот они тоже только сейчас прошли паспортный контроль. Все, будем сейчас двигаться, наша задача сейчас еще получается так активировать симку. Е-симку всегда покупаю в AirAO, вам рекомендую, потому что, во-первых, от меня вам бонус будет, во-вторых, это капец, как удобно, прилетел в новую страну и все. А в Таиланде так вообще там за 20 баксов я взял безлимиточку и спокойно. Главное сейчас ее быстро активировать. И поедем как-то в этот. Тем, пойдем в туалет, поедем, наверное, на метро. Так, все проверяем, заходим, например, в Яндекс, вот тут у меня горит, видите, раз-два. Это основная симка российская и AirAlo. Все, красота. Ссылку на AirAlo там в описании найдете. Обязательно перед путешествием активируйте, ну, отвечаю, прям очень удобно. А здесь, кстати, есть бесплатный Wi-Fi. Можно, если вдруг какие-то успели ее прям активировать, то здесь это можно спокойно сделать. Двигаемся дальше. Думали отсюда доехать на общественном транспорте до центра. В итоге получать еще нам хреново туча времени идти сначала пешком до автобуса, потом на один автобус, на второй автобус. И вариантов, как добраться лучше нет. Только если вызывать какое-то, ну, либо такси, либо заказывать трансфер. Сейчас вот, наверное, узнаем за это, сколько здесь это будет стоить. Но я думаю, баксов 50 не меньше. Ехать нам до центра 40 километров. Пока пацаны кайфовали от того, что им доступны, наконец-то, приложения, которые они так любят, я решал вопрос с такси до центра. Будет такси стоить нам, получается, 300, 350 бат, что ли. Слушайте, ну, в принципе, недорого. Через приложение сейчас закажем. Единственное, что выйдем на улицу, чтобы правильно поймалась локация. И поедем. Наверное, так. У нас, конечно, есть зрители, которые... Вот, ребят, все опять встретили, чемодан потеряли. Вот есть у нас зрители, которые напишут, есть симка говно, это дорого. Вот смотрите, у меня стоит мая 20 баксов безлимитный интернет. Здесь безлимитный интернет, но, по крайней мере, в аэропорту стоит тысяча... Сколько я сказал? 700? 1800 бляха мухаббат. Вот и считайте экономику, ребята. 50-60 баксов. Вообще просто. Родик направо. Офигеть. Так, двигаемся, выдвигаемся. Чикс. А нам сейчас еще походу на ленты надо будет замутиться. О, лёу. Офигеть. Мы как будто в облако залетели, прикиньте. Вообще нифига. Таиланд, привет. Просто привет, тайчик. Да, Насён? Сколько лет, сколько зим? Вот это вообще красота. Так, вот теперь нам сюда, наверное, отойдем и будем ждать нашу тачку, видимо. Так, вот можно выбрать любого чувака. Вон, видите, сразу сколько вариантов и нужно там... Во, давайте вот это Toyota Fortuner. Нифига, принять. На джипе поедем. Посмотрим, как это работает. Я этим приложением вообще пользуюсь впервые. О, едет. 4 минуты, принял ваш заказ, будет ра-та-та-та-та-та-та. Наличный 381 бат. Пара-пара-папам. Что? Покатаю тебя на Toyota Fortuner. Все, нашлись, созвонились с водителем на ломаном тайском. Я уже половину знаю, поэтому сейчас быстренько. Переходим дорогу. Let's go. Let's go. Вон она, серая наша, серая, красивая Тойоточка стоит. Вот на такой пушке бомбы поедем. Hello. Так, сейчас быстро погрузимся. Проходите. Hello. Yes, yes, yes. Так, быстро закидываем все шмотки. Пацаны запрыгивают. Упа, и я. Берегут? Ага, берегут. Окей. Все, ребятки, поехали. Столько байков мы еще нигде не видели. И даже сейчас вообще много. Парковка баечная. Это не какая-то... Мы здесь впервые для тех, кто впервые купил наш канал. Короче, здесь будет очень много эмоций, потому что мы в Тае первый раз. Ой, кучу всего запланировали. Дай бог все получится посмотреть, все посетить из наших планов. Но пока, пока банкок. Тайский платник, а именно банкокский. Ну, почти как у нас. Все то же самое, только окошечко с другой стороны. Мало ли кто-то из вас приедет и возьмет машину сразу в аренду и будет ехать по платнику. Этот платник стоит 60 бат. А это рапорта, который первый. Друзья мои, это наш этаж. Наш номер. Заходим. Здесь, на самом деле, ром-тур будет просто быстрый и мгновенный. Потому что тут просто получается комната. В комнате три достаточно широкие кровати. Как бы нам прям идеально уместиться. Ничего лишнего нет. Есть вот стол, телевизор. Есть холодильник. В холодильнике им спасибо огромное. Есть прохладная водичка. Вон, пожалуйста. Это супер. Есть телефон. Есть такой открытый шкаф. Есть кондиционер. У нас даже есть, получается, балкон. Ну, с видом на бетонную стену. Ну, да ладно. Это не принципиально. Есть раковина. И есть ванная комната. Вот. С душем вместе. Ну, слушайте, все чисто, аккуратно. Ну, а сам хостел я там внутри уже покажу чуть позже. Чтобы не рассказывать, проще показать. Осваиваем новые азиатские технологии. Загуглили, где делать доставку. Через какие сервисы заказывать еду называется. Приложение Food Panda. В принципе, достаточно удобно. Если что-то там непонятно, можно через Google Translate перевести. Заказали рис. Там получается, ну, рейтинг всяких заведений. Мы там первопопавшиеся выбрали. Уже сейчас неохота копаться. В будущем будем разбираться. И вот заказали. Прям сюда на адрес должны привести 25-30 минут. Писал сервис. Надеюсь, это так. Вот такая кухня здесь. Ну, в принципе, что есть. Холодильник, микроволновка, рисоварка, пекарь какой-то. Ну, также есть прачка. Можно купить жетонов. Постираться. Что нам нужно, кстати. Это всякие комнаты. Досуга, компьютер. Читальный зал. Вот книжки можно почитать. Карта Бангкока. Здесь вот можно взять кофе. 12 бат. Еще какой-то прайс и лапшу можно купить. Вот это я твои тротуаров-то нет. Тут тайская молодежь тусуется сразу же. Прям возле нас. Здесь какой-то рестик. Вообще центр. Класс тем, что здесь вообще есть все абсолютно. Здесь вроде 7-11. Самый такой четкий супермаркет. Тоже прям в двух шагах. Так ли это? Сейчас посмотрим. Вот. Даже банкомат сразу есть. Надо попробовать денежки поснимать. Главное, чтобы он только принимал этот. Либо Union Payne, либо турецкую. Но что касается карт, у нас все карты есть. Поэтому будем тестировать. И то, и то. Ну да, кстати, вот он 7-11. Ну, типичный супермаркет, в принципе. Все, что нужно под рукой. Даже одежка. Прикольно. Так. Я хочу взять ланкийского, господи, тайского пивка. Надеюсь, оно здесь будет. О. О, что на нем? Походу, это не продается. Да? Здесь же прям для славяна написано. Продаются в период с 11 до 14 и 17 до 0. Или сейчас у нас как раз 12 час, можно что-нибудь выбрать. Покажу вам пока что-нибудь. Прилавки. Я даже не знаю, что это такое. Вот готовый бургер. Вот, 36 бат. Так. Вот. Молоко. Всякое разное, короче, есть. А, ну вот. А это 0%. Это еще какое-то. 46-47 бат. Вот. Вот открыли. Видите, пришли и открыли. Ну вот, две банки пива. Вот такое. И ложки одноразовые взял. 114 бат. Вообще, курс пляшет, но в принципе, там для удобства можно все на 3 умножать и прям норм. Вот такое движение. Это, кстати, наш отельчик снаружи. Неплохо смотрится. И вот все на этой улице, там в радиусе 10-20 метров все есть. Ну, пожалуйста. Вот даже 20 минут не прошло. Еда у нас уже тут как тут. Прикольно. Здесь два риса с креветками и одна порция большого с яйцом. И так, что в комплекте это рис с яйцом. Здесь идут вот такие огурцы. Прикольно они, шкурка, да? Да. Кассирикен. Лайм есть. И еще вот эта вот штуковина очень-очень острая. Это, ну, чили, понятное дело. Это есть. Дети не будут. С креветками, в принципе, что-то то же самое. Только там идут еще креветки и чуть другой соус. Все, приятного вам аппетита. Вот так вот на картышах. Не знаю, лучше никто не готовит. Ну, затестим. Чанг классик бир. Не знаю, что это за пиво. Попробуем. Но у нее такой специфический вкус. Но вкусное. Да. Сезон дождей еще не закончился. Вот так вот. Ну, как вы поняли, мы просто спали, 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 еще распали. Как мы проспали? Слушай, до нескольких часов. Я даже не представляю пока, как перестраивается. И самое важное, когда мы перестроимся на местное время. Потому что сейчас уже здесь полшестого. А у нас полвторого. А у нас полвторого. И вообще мы только встали. Ой, короче, прикол. Ну, теми интересней. Прям возле отеля зашел в кафешку. О, по ценам быстро покажу. Лапшичка. Это ингредиенты. Сейчас надо у него уточнить, так ли это. Ну, ценники прикольные. Заказал еду. Блин, ценники вообще нормальные. Вот прям люди тоже сидят, видите, кушают. Такие, ну, так сказать, наши. Здесь такая движуха на улице кайфовая. Сейчас покажу вам. Понятное дело, что здесь ездят машины. Там вон небоскребы. Здесь что-то еще. Вот она улица. Вот эти бесконечные просто провода. Тайских просто капец. Здесь уже массаж предлагают. Вот буквально вот тут вот все тут оцепляют. Хотят предложить массаж. Точнее предлагают. Прям так, давай, заходи, заходи. Но в другой раз. Так, видите, у нас столько порций неплохо. И вилки ложат. И палки положили. Это, видимо, что-то острое. Щуга. А это что-то фигня. Непонятно. Огурцы. В пакетах. Вот так вот. Ну и все, как они, вот они, видите, разные. Вообще выглядят классно. 100%. Порция огромная. Вот она стеколка. Да, две стеколки. И вот такая. Ну, дался ли как она там называется. Сейчас будем кушать. Единственный нас вот человек-батон. Ой, не знаю, друзья мои. Это просто какой-то гастрономический рай. Это кто такой вообще? Какие-то кубики. Ну, я так понимаю, что это курица. И вообще тофу. А мы с собой захватили нашу новую коллекцию. Это вот такие металлические кружечки. Чин-чин ван лав. Беленькие. С собой взяли. Купили кофеек здесь на ресепшене. Заправили их. Так что, друзья мои, чин-чин за приезд. Сейчас пробуем с Тинька перегнать деньги на Юнион Пэй. На Зерат, если мы будем перекидывать, в любом случае, там через корону и тоже будет небольшая комиссия. Но мы хотим попробовать часть денег снять с Юнион Пэй. Потом часть денег поменять именно налом. И часть денег попробовать снять с Зерат. Как установить, как будет выгоднее всего. Так, у нас есть приложение на телефоне. Ну, быстрый конвертер валюты. Значит, 38 500 рублей. Это 15 тысяч бат. Попробуем сразу снять 38. Посмотрим, даст ли курс. Сейчас 1 бат, 2, 5, 7. Кстати, подупал. Прикольно. Фу. Душновато. Доброе утро, да, как говорится, всем. Начинается второй, либо первый. Ну, по сути, это второй день. По идее, первый. В Бангкоке сейчас пойдем завтракать. Очень сложно происходит перестройка на местное время. Мы вчера уснули по местному часа в 2. Мирошка вообще проснулся, наверное, полвторого. И типа ням-ням, все, говорит, вставайте. Вроде как вырубился вечером, так и проспал до утра. Проснулись мы по местному только пол 11. Ну, это, конечно, тоже поздно. Ну, да ладно, сейчас идем на поиски еды. И еще нужно решать вопрос с деньгами. Ну что, все, мы собрались и готовы отправляться в поисках завтрака-уже, блин, обеда. Все, погнали, гуляй. Перестроиться нам на новую... Ничего не понятно, как перестроиться. Правильно, Сенка, говорит, перестройка, это даже не только во времени, да еще и в питании. Раньше как-то спокойно в чью-то летала, перестраивала, 6 часов, а сейчас 4 часа в часах. Раньше ты была молода, а сейчас тебе уже 64. Что ты говоришь-то? У нас по приезду получилось два минуса. Это Темкина кепка и Темкины очки. Вот так вот, потеряли. Сразу прямо на улице можно вот так купить, смотрите, нарезанные фрукты. Возят с такой тележки. Знаете, я думала, что я не скучаю по Азии, еще не поскучилась, потому что вроде как бы мы были недавно, в апреле вернулись этого года. Но приехав сюда, я понимаю, как мне нравится. И запахи вот эти все, и вот эта вот жара, вот эта влажность, блин, почему-то я даже не думала, что реально я так соскучилась. Я сейчас иду и прям кайфую от этого. Вот эти вот провода, прям такой местный колорит. На самом деле тайцы вообще не обламываются, когда нужно просто протянуть новый провод, новый кабель, да? Они просто ложат новый кабель, а старый не убирают из-за этого. Вот у них такие мощные обмотки висят на столбах. Есть ли лимит этому, неизвестно. Попали на центральную улицу. Вот здесь и начинается всякая уличная еда. Сосиски на гриле. Здесь еще что-то. То есть все, вот это у них такая атмосферная история, где ты можешь покупать вот эту уличную еду. Спокойненько тебе все ложат, стоит очень дешево. Ну и, конечно, многие так и именно и кушают. Видите, готовые порции риса всякие с колбаской. Здесь же и одежда. Здесь же лотерея. Вот соки. Прям такие замороженные. Здесь еще какая-то еда. Вот вода. Нам сначала очень нужно найти либо обменник, либо банкомат. Прям очень надо. Смотрите, вот в этом банкомате есть значок UnionPay. И даже можно перевести банкомат в русский язык. Прикиньте, как здорово. Главное, чтобы он нам сейчас все дал. Надеюсь. Важная информация. Не более 30 тысяч бат можно снять. Также комиссия 220 бат. Так, чек дал. Бабки дал. Ура! И карту дал. Аллилуйя! И так получилось снять 5 тысяч. 220 комиссии. Общественный транспорт здесь, кстати, развит. Сенсорные таблички электрические. Есть даже в Wi-Fi. Ну, изначально не получилось снять деньги, потому что карта новая. Я забыл даже туда пин-код поставить. Поэтому и не получилось. Зашел в магазин, купил воду. Тоже не получилось. И потом я сообразил, что да, точняк, дело в пин-коде. И пин-код поставил. И все. По поводу денег я слышал такую версию, что, мол, типа, невыгодно с карты снимать. Но вы знаете, 220 бат. Это получается сколько там? Ну, 600 рублей. При этом, когда через меня делаешь, они тоже берут комиссию. Я так понимаю, что в размере тысячи рублей в переводе наши деньги. Поэтому, что лучше, пока не знаю. Мы будем делать эксперименты. Сделаем так, так, и еще из зерата попробуем. Гуляли мы, гуляли по центральной улице. Ну, такой проезжий, да, нашего района. В итоге ничего там толком нету, только уличная еда. Насён говорит, надо в кафешку идти, где омлет можно покушать. И пришли в то кафе, где я вчера заказывал ужин. Ну, и Насёнка говорит, о, какое классное кафе, я сюда и обедать приду. Здесь действительно и выбор классный. Да, домашняя кафешская еда и цены, ну, адекватные. Там 50, 60, 70, 80 бат стоит какая-либо порция. То есть, ну, неплохо, я считаю. Мальчишкам принесли огромнейший смузи. Вот это да. Сейчас что? Да, это Павлович сейчас мирошки принесут. У нас тут чисто фруктовая пьянка. Кисло как-то. Давай, чин-чин. Посмотрите, как прикольно подаётся рис. Это, точнее, омлет. А снизу, если мы вот так вот уберём, то мы увидим, что там рис. Блин, здорово. Потому что и рис поешь, ещё и млетка ешь. Да, мирошки? Давай, ам? Давай. Ручками не надо. Ну, а вот это вот, это наш завтрак. Здесь что-то курицам, рис, яйцо, огурчики. Вон мирошка сразу меня схватил. Всё, будем завтракать. И пойдём продолжать восстанавливаться. Потому что такой длительный перелёт. А, не-не-не, это острое. Нет, у меня варенье нет. Это так вкусно. Оно чуть-чуть прям островато прям. Да-да, сейчас дам. Слегка прям островато. На. Давай ешь. Ешь, говорю. Так, папа не хочет, папа. На. Наклоняйся, давай кушать. О, как я давно хотел айс-кофе. И вот оно. Супер. Ходишь? Мы же в Армении. Мы же в Армении по-суше брали. Гуляли, да. Ну и Настёнке принесли тоже кофеё. Какое утро без кофеёчка, да? Ещё бы. Ещё бы, ещё только мы не пили. А не, мы не пили. В самолёте не пили бы, чтобы мы где-то с ума не сойти потом. Ну да. Хотят спать, хотят их, да. Ну а теперь точно доброе утро, да? Да, доброе утро. Ну и вот смотрите по ценам. Ничего не понятно, но да ладно. На 640 бат вышло. Поели невероятно. В нашем телеграм-канале, ребятки, мы укажем локацию этого заведения. Если вы вдруг будете здесь, в Бангкоке, то можете прийти. А вот начинаются массажные кабинеты, куда вчера меня завали. Вон тайский массаж, пожалуйста, 60 минут, 30 бат всего лишь. Вот так вот здесь зазывают, особенно по вечерам. Родик, отойди с дороги. Особенно по вечерам здесь такая движка. Вот слышите? Девчонки зазывают. Вот так вот. Кстати, смотрите, что очень интересно. Можно купить воду за денежку. Вот как у нас привычный такой аппарат на разлив. А это, кстати, рядом прачечная. Вообще здесь в Тае, я так понимаю, что целая проблема с стиральными машинками. Как правило, даже в Кондо стиральных машинок нету. Вот так вот приходишь, 40 бат стоит стирка, закидываешь жетончик и стираешь. Мы смотрели квартиру там в Паттайе, и во большинстве случаев в квартирах просто нету стиральных машинок. Нужно куда-то таскать свое белье. Но такая здесь специфика. Идем. Слева, значит, продают кокосы. А справа кафешка с марихуаной. Прям легализованная. Можно зайти. Да, на стенке такая горит. О, как пахнет. И мужик европеев сидит, курит, такой заржал. Ой, классно. Вот, пожалуйста, еще кафешка, где можно смело купить и покурить марихуану. Все супер. Где покупать вообще еду? Повсюду есть такой вот супермаркет 7-Eleven. Ой-ой-ой, вот это проводов тут. Вот, везде какие-то магазины, на самом деле, просто на каждом углу. Сейчас договариваемся со стиркой. 40 будет стоить одна стирка, как я понимаю. Ну, мы отдали сейчас, получается, 8-10 бат. Посмотрим. А детки сидят в поле. Здесь очень красивый холл. Есть различное время. Только нет московского почему-то. Вот, но здесь можно классно проводить время. Бытовуха из Бангкока. Поменяли мы в отеле бумажные деньги. Здесь 3 машинки. Вот это еще прикольно, но я так понимаю, что она сейчас здоровая или что это такое. Одна поменьше, стоит 30 бат, то есть 3 жетонечка, да? Вот эта побольше, 40. А это может быть сушка какая-нибудь? Купили вот эту вот штуковину. Гель для стирки. Гель для стирки у нас не оказалась порошка. У нас мы забыли, как тут не оказалось. Давай, я здесь открою. Все, лей. Короче, закинули все, что было в одну. Посмотрим, что будет с моим красивым костюмом, которому... Прикинь, окрасится. Окрасится. Ну, что понятно. Значит, будешь... Но костюм новоцвета у тебя будет. Здесь все работает в автоматическом режиме. Ничего тыкать не нужно. Просто закинул 4 монеты и все. Стирка закончилась, пока Мирошка спит. Родик занят своими делами. Темка мне будет помогать. О, оно, кстати... О, нормально, не испортился. Все, мы переживали за эту штуку. У нас прошел дождь, вышло солнце. Посмотрите, небо прям голубое-голубое. Поэтому мы решили сушилкой не пользоваться, а просто повесим, учитывая, что отжим достаточно хороший. Вот так вот. Вот так это все выглядит. Мы собрались и отправляемся гулять в парк. Будем показывать вам такую культурную сторону Бангкока. Че? Че, Мироша, ищешь? Кепочку? Кепочку, да? Не знаю, как будет в других местах, где мы будем жить. Но в Бангкоке, ребятки, есть тротуары. Пусть не самые вау, но, по крайней мере, они есть. Мы вообще не хотели брать коляску, опираясь случаем на Шри-Ланку, и понимали, что, блин, все равно тротуаров нету. Смысл ее с собой брать? А в итоге тротуары есть, пусть и на минималках. Во! Даже вот такие знаки. Так как у нас дети, могу вам показать, что, например, здесь в Бангкоке есть вот такая вот история, смотрите. Камптон, как-то называется, интернациональная школа. Парни, будете себя плохо вести, в школу отправили. О, нет. О, нет. Получается, вот за вот этими небоскребами как раз находится тот самый парк. А вот эта атмосфера Бангкока вообще, посмотрите, как прикольная. Меня, конечно, города вообще не штырят, но посмотреть новый мегаполис, это, конечно, отдельное удовольствие. Мы дошли, и добро пожаловать в парк Люмпини. Настенка вот уже сразу говорит, что здесь такие запахи, запахи, их-то цветов. Здесь на входе есть, видимо, а, это платный туалет. Классно, что мы так рядом живем. Да, мы живем в такой, в таком классном. Да, и классный парк здесь, вообще кайф. Надо закинуть в телегу будет наша локация, что-то отель, и такое кафе, и вот то, что есть, как. Но еще посмотрим несколько дней, что тут еще такое будем, и закинем потом, да, вообще, такой прям, сделаем постик. Так что, ребятки, наш телеграм-канал, нужно обязательно подписаться прямо сейчас. Для тех, кто смотрит с телефона, есть ссылка в описании. Для тех, кто смотрит с телевизора, здесь есть QR-код, просто сканируйте, и все. Здесь вот храм, я бы назвал это ратушей. Здесь, вон, видите, время полчетвертого, сейчас уже вечера. Куча всяких скульптур. Здесь какие-то камни стоят, такие, видите, маленькие, маленькие стульчики, панцирь, черепахи. Не пойму, что это такое. Из этой стороны есть озеро, сейчас тоже туда пройдемся. Здесь, кстати, дерево, смотрите, вообще впервые такое вижу, чтобы что-то росло не на ветке, да, как бы, а просто из ствола. И вот все вот эти, что это, ягоды, фрукты растут тупо из ствола. Вот по всему дереву. Как грибы какие-то. Вот, пожалуйста, озеро. Здесь вот такие шатры натянуты. По всему периметру озера. Я, правда, не знаю, что это сделано. Точно не мангальная зона. Вот. Вот так вот, летать не будем. А вот варан, какой огромный плавает. Сюда, сюда, скорее, 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 парни, сюда, скорее. Скорее, скорее. Мироша, варан. Пап, там черепаха. Не успели. Вот он, вараша. Ой, Мироша, страшно. Вон он, вон он, Мироша. О, какой. Какая-то скульптура. Правда, не понимаю, что это такое. Глобус проткнутый какими-то палками. Не знаю, что бы я могла это значить. Но интересно. Кстати, хочу заметить, что тайцы классные парни. Они все на спорте. У них фигура прям very good. И, видимо, оттуда то, что тайский бокс, там все дела. Они молодцы. Что не скажешь про лонкийцев. У них в парке вот такие вот качалки просто на минималках. Блины, ничего не прикручено. Вот они сюда приходят и занимаются. Надо пойти им показать мастер-класс. Пойдем с переворотом сделать подряд. Раз 10. Они такие. Смотрите, здесь какая-то эстрадная постройка. Типа, знаете, Люмпин Холл называется. Там скульптура. На, Мирош, не выкидывай. Скульптура музыканта. Скрипача. Я так понимаю, что здесь проходят какие-то концерты. Тайцы все бегают. И Мирошка тоже попросился. Говорит, папа, выпускай меня из коляски. Я тоже хочу бегать. О, еще бежит. А вот тайцы и баскетболисты. Высокие причем. Обычно они такие все мелкие. Ну, как я. А тут высокие. Вот местные под музычку делают зарядку. Я думаю, что можно спокойненько присоединяться. Смотрите, как красиво. А вечером здесь гляньте, как все будет подсвечиваться. Вот эти гирляндики висят. И туда вот вдоль всей дороги все будет очень классно. Какой же классный зеленый парк. И как здесь. Вот тут воздух вообще невероятный. И вот мы дошли уже до фонтанов. Здесь на этом озере можно уже взять лебедей. Как мы брали в Колумбо. И покататься на катамаранах. Блин, ребят, я не знаю. Это реально просто какие-то крокодилы. Вот он лежит. Ему на всех пофигу. Он лежит и просто отдыхает. Дышит, не мертвый. Очень просто. Я в упор к нему. Главное, чтобы не кинулся. А то хана будет. Ну и здесь, конечно, очень красиво, атмосферно. Вот эти все небоскребы. Просто кругом. Фонтаны, вараны, тайцы. Хочу Мирошку. Голову поднимаю. И посмотрите, какой огромный вараша. Чтобы вы понимали, он длиной как я. Если я лягу рядом с ним, он будет как я. Обалдеть. Да, Мироша? Здесь парки действительно хорошо. Буквально через каждый, не знаю, метров 20 стоят общественный туалет. Вот можно зайти, заплатить. Есть вон волейбольная площадка. Они, правда, играют ногами вообще. Прикольный волейбол, только ногами. И большая детская площадка. Вот впереди сейчас, наверное, детей-то запустим. Там дети просто скатываются с горки и сразу прыгают в лужу. Вот просто жопой в эту лужу заезжают. Такого я еще не видел. Прям прикол. Пальмовая роща. И здесь просто туса. Фитнес-ребят. У них играет музыка и огромная просто площадка забита людьми, которые дрыгаются под музончик. КОНЕЦ! ПОДПИШИСЬ! У нас есть, конечно! Мы вышли из парка, посмотрите какой здесь красивый вид, вот эти все небоскребы, памятник королю Рэйми или Райми, я точно уж не помню, фонтанчик, но почему-то тут вот видите загороженной территории, нельзя пройти, а вот это вот мост, вот эта вот эстакада такая, это ветка метро, вот Мирошка увидел поезд и попросился сюда, сейчас попробуем подснять поезд. В Бангкоке очень и очень быстро темнеет, поэтому домой возвращаемся уже прям по темноте, но свой кайф, да, в этом есть, Бангкок смотрится совершенно по-другому. Заскочили быстренько в номер, ополоснулись, идем на ужин. Давай скорей, я тебя за ручку просто возьму, за ручку. Ну вот традиционно видите один раз, два раза в день капает дождик, вот пожалуйста сейчас именно то время, когда он прошел немножко, и мы уже идем по лужам на ужин в наше полюбившееся кафе, кстати кафе тоже оставим локацию в этом, как он называется, в телеграм-канале. Тук-тук, здесь кстати тук-туки чуть другие, не такие как на Шри-Ланке. А вот так в стае выглядят такси на мотиках, вот девчонки приехали, ему быстренько денежки отдали, и он дальше поехал. Здесь, учитывая какие пробки, это прям очень-очень нужная штука. Нам вот как всегда меню сразу дают, мы на самом деле уже знаем, что заказ, потому что сегодня днем мы смотрели, что мы будем ужинать, поэтому... Мы хотим с супами. Да, ужинать мы будем с супами. Вот вы просто понимаете, это обычное местное тайское заведение, а какая подача, какие тарелки, тарелка в тарелке. Вот, 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 вот. Она мешает, смотри, какая большая, смотри, какая большая, смотри, овощей, Артем, капусточка, миленька. Я попробую. Это картоха походу? Что-то такое интересное, ну давай попробуем маленькую. Вообще не похоже на картошку. Тоф, по-моему. Тоф? Нет, я не знаю, что это. В общем непонятно. На желе похоже вкусно. Это железо. Какое-то желе, короче? Вот это вот, напишите, что это, лапша здесь, кунчоза, салат какой-то, морковка и фрикадеречки. Вот такие вкус, знаешь, какой сладковатый бурен. Чуть сладкие какие-то, приправки. О, это том-яма. Вот это, да. А это том-яма. Спасибо. Спасибо большое. Все, ставь. Вот это пушка-бомба. Вот это яма-бомба. Здесь два яма, значит, один идет исключительно с креветками, а вот этот идет с разными морепродуктами, вот как мы, собственно, и хотим. И попросили его, чтобы он был чуть-чуть спайси. Вот, но он нас понял. Здесь классный хозяйственное заведение. Все понимает. Так, давай, Мироша, быстро. Супчик, супчик, не горячий. Горячий. Дуй, дуй, дуй. Ну что, приятного аппетита. Здесь вон такие кальмары. Что здесь еще есть? Что-то еще есть. Креветки. В нем очень не хватает риса. Да. А еще попадаются куски прям имбиря, а еще всякая нежелательная здесь история, какие-то, видимо, травы, листы, которые вообще не жуются. Приходится выковыривать. Возможно, они жуются, но я их прожевать не могу. А еще мы заказали йод за их 6 штучек. Ну, попробуем. Давай, Элстена. Стой. Пробуй. Опять скажу, жрет она только. Давай, давай. Давай, давай, наяривай. Что, вкусно про? Да. Сажали на мипе и мешки. А у нас тем временем здесь полная посадка. Что, классно? Вообще клево. Ну, когда мне закинуть? Все, ребятки, мы дома будем ложиться отдыхать. Нам путешествовались по Бангкоку, но продолжение будет уже в новом выпуске. Такие у нас получились первые два дня в Бангкоке, в Таиланде. Пишите, конечно, комментарии, свои впечатления, эмоции. Также пишите, очень будет интересно почитать. А если вы не поставили лайкосик в самом начале, сейчас это самое время сделать. Иначе к вам придет Родион и сделает вот так. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok